Доброе утро! Ну что, хочу уделить пару минут, значит, новостям. Новостям из моих уст, с моей колокольни, из моей жизни. Значит так, подытожим. За четыре с половиной месяца я получила гражданство, сделала дочку гражданкой Российской Федерации и получила паспорт. Получила регистрацию на год, вот, и зарегистрировала ребенка без разрешения отца. Отец указан в свидетельстве о рождении. Дальше. Я получила маткапитал на 586 тысяч, сертификат на маткапитал. Ребенок у меня рожденный в 2021 году в Республике Польша, и она являлась гражданкой Украины. Дальше. Значит, я поступила в автошколу, пошла учиться. В автошколе мне пошли на уступки. И приняли тот факт, что у меня маленький ребенок, инспектор, не берет с меня больше денег, чем стоят права, и встречается со мной тогда, когда мне удобно, когда ребенок в садике. Милые, дорогие, золотые люди. Еще мне одобрили разрешение на ипотеку два банка. Сейчас мне осталось дособирать нехватающую сумму на первый взнос, и я получу свое жилье. Я возьму в кредит свою квартиру и буду жить в своей квартире. Что я вам хочу сказать. Я пробомжевала всю свою жизнь. Меня мать протаскала, как чемодан без ручки. Я нигде не могла, даже будучи гражданкой Украины в Украине, взять квартиру себе в кредит. Чтобы у меня был свой ухол. Я вам скажу, знаете, как мне писала подписчица, осилит дорогу идущий. Я благодарна России. Я благодарна Путину. Дай ему Бог здоровья. До тысячи миллионов лет. Что этот человек создал великую империю, самую сильную державу, в которой женщина, будучи одна, может содержать своего ребенка. Люди добрые. Я никогда в жизни не думала, что Россия отличается от Украины. Но разница колоссальная.